Привет, я Ира, или гид в шляпе, и сегодня я вам хочу рассказать про мой самый любимый Исаакиевский собор. Петр I родился 30 мая, а это день святого Исаакия Далматского. Именно поэтому он считается одним из небесных покровителей Петра I, и собор имени этого святого появился, что закономерно, в Петербурге. Исааки был раннехристианским монахом и отшельником, и жил недалеко от Константинополя. В биографии этого святого есть эпизод, естественно, это легенда, но тем не менее, Петру I очень нравилась эта легенда. Однажды Исааки попал в болото и начал тонуть, но тем временем он стал молиться, чтобы вытащить, так сказать, себя из этой топи, и ему это удалось, как будто барон Мюнхгаузен за косичку сам себя достал из этого болота. И вот Петру I нравилось, что в легенде фигурирует и болото, и, соответственно, что Исааки, можно сказать, силой воли сам себя оттуда вытащил. Первая версия собора, это, по сути, был не собор, а маленькая церковь, появилась в первые годы существования Санкт-Петербурга. И находилась она немного не на этом месте, а в стороне Адмиралтейства. Церковь специально была основана для работников Адмиралтейства, верфи и для моряков. По сути, как такового архитектурного проекта не существовало. Была постройка в виде амбара, и ее просто переделали, приделали к ней шпиль. Руководил строительством Харман ван Балес, или Балос, но назвать его автором этого архитектурного проекта нельзя, потому что как такового архитектурного проекта и не было. И вот это была церковь Святого Исааки. И в 1712 году там венчались Петр I и его вторая супруга Марта Скавронская, которая впоследствии стала Екатериной I. Через какое-то время это строение пришло в упадок. Ну, поскольку конструкция была деревянная, да и места стало не хватать, народ все прибывал, чтобы строить город и корабли. В 1717 году принимают решение о строительстве второй версии Исаакиевского собора, каменной версии. Она стояла как раз на месте, где сейчас находится Медный Всадник, то есть близко к Неве. По архитектурному решению этот собор очень напоминал собор Петропавловский, который в крепости у нас находится, абсолютно такой же стиль. Но он долго не просуществовал. В 1735 году в него ударила молния, начался пожар. Плюс этот собор постоянно подтапливало, поскольку фундамент был не столь надежный и близко к воде. В общем, стал он приходить очень быстро в упадок. Более того, когда фундамент проседал, порой он издавал характерные такие звуки болота, поэтому горожане стали сторониться этот храм, и возникли, соответственно, городские легенды всякие мистические, что там может происходить. Был приглашен архитектор Савва Чевакинский, чтобы оценить, так сказать, масштаб бедствия и решить, что делать с этим храмом, как его ремонтировать. Он осмотрел собор, не стал лукавить, и сказал честно, что лучше его снести полностью и построить новый, но уже не на этом месте, а подальше от реки. И вот мы плавно переходим к третьей версии Исаакиевского собора. И вот этот же Савва Чевакинский в 1761 году начинает руководить новой стройкой, но он мало успел сделать и уехал. Назначают архитектором Исаакиевского собора Антонио Ринальди. Это было время правления Екатерины II. Ну, где Ринальди, там и мрамор. Этот архитектор очень любил строить из этого материала. Собор был готов до первого карниза, и тут Екатерина II умирает. На смену ей на трон приходит Павел I, сынок ее, который все презирал, что делала мама, и, в общем-то, все ее приказы, и все, что с ней связано, хотел отменить. Поэтому он назначает архитектором Исааки своего любимого архитектора Винченцо Бренно, но весь мрамор со стройки забирает на облицовку своего Михайловского замка. Бренне пришлось как-то выкручиваться, и он завершает строительство из кирпича. Вот таким образом получился Исаакий номер 3. Очень странный в народе, современники его недолюбливали, поскольку это было, по их отзывам, очень странное строение из кирпича и мрамора, материалы, которые особо не сочетались. Пришедший к власти после папы Павла Александр I приказывает перестроить Исаакиевский собор. Но опять не то. Объявляют два конкурса и проводят их в 1809 и 13 годах на самый лучший архитектурный проект. Инженеру Августину Бетанкуру поручают руководство этим проектом. К слову, Бетанкур был очень талантлив в своем инженерном деле. Он очень много сделал для устройства и развития инфраструктуры Санкт-Петербурга в то время. Было принято решение Исааки все-таки снести и построить новый. Но император Александр I пожелал, чтобы уже освященный алтарь от того Третьего собора обязательно оставить. Но это отдельная история. Ему пытались доказать, что, возможно, это не самое лучшее решение, что постройка будет неровной, что может фундамент оседать криво. Но он ничего слушать не хотел. Сказал, как хотите, так и сделайте. Но приказ должен быть выполнен. И вот благодаря именно Бетанкуру в этой истории появляется молодой французский архитектор Агюст Монферран. Агюст Монферран на самом деле был рисовальщиком по сути и очень неопытным. Но он смог выиграть этот конкурс. Он покорил императора Александра тем, что нарисовал 24 разных проекта Исаакиевского собора. Один из них мы можем видеть и сегодня. Но интересно то, что он использовал самые разные архитектурные стили. И были даже такие экзотические варианты, как, например, собор в китайском стиле. Правда, все равно пришлось собрать целую комиссию, которая руководила постройкой собора в помощь Монферрану, а всеми инженерными работами здесь руководил лично Бетанкур. И вот в 1818 году строительство Исааки началось. И с момента начала строительства еще на протяжении шести лет Монферран дорабатывал проект. Завершилось строительство в 1858 году. То есть ровно 40 лет строили собор. Не самый длительный проект в истории Санкт-Петербурга, но один из... уж точно. Ну, то есть представьте себе, что началось строительство при императоре Александре I, продолжалось при Николае I, а завершилось, открыли его уже, осветили при Александре II. И, конечно же, существует знаменитая городская легенда о том, что якобы некая гадалка предсказала Монферрану, что он закончит стройку и умрет. И, мол, поэтому он оттягивал окончание строительства. Ну, конечно же, скорее всего, все было наоборот. Он действительно умер спустя месяц после открытия собора. Но тут скорее от обратного. Вот этот факт и породил данную городскую легенду. Есть еще парочка баек-легенд, связанных с Агюстом Монферраном. На фронтоне западного портика, вот здесь, есть горельеф. Называется он «Встреча святого Исаакия Далматского с императором Феодосием». И вот здесь несколько тщеславный Монферран изобразил сам себя. Вот он такой сидит в очень нетипичной физической форме, в хорошей, нетипичной ни для того времени, ни для себя. При этом он не со склоненной головой, хотя все остальные на горельефе со склоненными головами, держит макет собора. Так вот, легенда заключается в том, что император Александр Второй увидел его здесь и, ну, скажем так, разгневался его гордыне. После чего Монферран якобы расстроился и умер. Но легенда есть легенда. Есть и другая. По другой версии, Агюст пожелал быть похороненным в этом храме после окончания строительства, когда он там когда-нибудь умрет. Но ему якобы не разрешили, поскольку он католик. Это тоже байка, причем она живее всех живых почему-то, что якобы в завещании он такое написал. В завещании нет ни слова о том, что он просил быть похороненным в этом соборе. Я лично видела и читала текст его завещания и могу сказать, что там строки, мол, «увезите меня в родную Францию, хочу там покоиться». Так и случилось. Когда он умер от приступа ревматизма, его жена увезла во Францию и похоронен он на кладбище Монмартра. Строительство собора сопровождалось применением самых современных на тот момент технологий, передовых, так сказать. Собор очень тяжелый. Его в народе называют чернильница. Вот за такую тяжеловесность он весит 300 тысяч тонн и считается, что в Петербурге это самое тяжелое здание. Но я, конечно, не могу сказать, сколько весит, например, современный лахта-центр, но из более ранних построек это уж всякое самое увесистое здание. Почва здесь в любом случае болотистая и для фундамента требовалось усиление. Поэтому на протяжении нескольких первых лет с начала строительства вбивали сваи, чтобы усилить фундамент. Всего было вбито 12 тысяч свай из хвойных пород дерева. И по этому поводу ходила даже такая байка в народе. Горожане стали шутить на этот счет. Мол, забили как-то сваю, а она полностью ушла под землю. Забили вторую, от нее ни следа. Третью, четвертую и так далее, пока не пришло письмо из Нью-Йорка. Вы испортили нам мостовую. На конце бревна, торчащего из земли, клеймо Петербургской лесной биржи, Громов и компания. Колонны собора, пожалуй, одна из самых примечательных деталей. Камень специально добывали под Выборгом в каменоломне Петерлакс. И Монферран писал по этому поводу в своем дневнике, что это было прям весьма значимое событие и для их времени тоже. Удивление, которое мы испытали, когда увидели гранитные скалы, было, конечно, велико, но оно сменилось прямо восхищением, когда позже мы любовались в первом карьере семью необработанными еще колоннами. Работами по добыче и обработке этого камня руководил Самсон Суханов, купец и по совместительству очень знаменитый талантливый каменотес. Он разработал специальную технологию добычи этих каменных глыб. Технология обработки, точнее добычи этих каменных глыб была особой. Сначала породи высверливали отверстия. Затем в эти отверстия вставляли деревянные клинья и били по ним, пока не появлялись трещины. Далее в эти трещины вставляли металлические рычаги с кольцами. В кольца продевали канаты и уже за эти канаты тянули. Это могло продолжаться на протяжении нескольких часов. Как минимум 40 человек вытаскивали одну такую глыбу. Затем на заводе Чарльза Берда были построены специальные плоскодонные суда, для того, чтобы доставлять из каменоломни камни, соответственно, в город сюда к стройке. От Невы и до стройки, то есть до собора были проложены рельсы. Рельсовый путь, который существовал какое-то время, чтобы специально подвозить эти каменные глыбы сюда, к собору. И вот что интересно, на тот момент в Российской империи железной дороги еще не существовало. И в какой-то степени можно сказать, что то была первая железная дорога. Да, ее впоследствии разобрали. Да, предназначение было только грузовым. И путь был не такой уж длинный, но тем не менее он существовал. Такая прото-железная дорога. Технология строительства была такая. Сначала поставили колонны, затем сооружали стены. Колоннаду первого этажа поставили за два года. Здесь 48 колонн. Со всех четырех сторон, соответственно, каждая колонна весит 114 тонн. Затем поставили колоннаду второго этажа. Там 24 колонны весом каждое 64 тонны. Бетонкур специально для того, чтобы ставить колонны, разработал специальные подъемные механизмы Кобестоны и Леса. Вот. Для поднятия колонн. И точно по такой же технологии чуть позже была поставлена Александровская колонна, что на Дворцовой площади там работала вместе та же парочка. Проект Монферрана и инженерное решение Бетонкура. В 1828 году поставили первую колонну из всей нижней колоннады. Со стороны Невы, это северный портик. Было сделано это торжественно. При скоплении народу присутствовали члены императорской фамилии, иностранные послы, различные гости. В общем, своего рода рок-концерт. Под ее основание положили монету из платины с изображением императора Александра I. Ну и ни для кого не секрет, что Исаакиевский собор сейчас входит в топ-4 купольных соборов мира. Наряду с собором святого Петра в Риме, святого Павла в Лондоне и Санта-Марии во Флоренции. Купол это отдельная история. Чтобы облегчить вес конструкции, соборы так, как я уже говорила, весят прилично. Приняли решение делать купол из металла. На заводе того же Чарльза Берда изготовили эти конструкции фермы из железа, чугуна, меди и бронзы. А пространство между фермами заполняли глиняными горшками, пустотелами. 100 тысяч горшков было использовано на это. Поэтому внутри собора за счет этого классная акустика. Ну и, наконец, золочение. Для того, чтобы позолотить купол собора, ушло 4 года и 100 килограммов золота. Брали медные листы. На них наливали смесь ртути и золота. И медный лист устанавливали над открытым огнем. Ртуть испарялась и золото оставалось очень тонким, но прочным слоем на меди. Этот процесс повторяли несколько раз для каждого такого листа, затем уже отбивали им купол. Процесс очень ядовитый. Пары ртути вредны для организма. Поэтому в процессе золочения от 60 до 120 человек в разных источниках по-разному, но чаще всего указывают цифру 60, погибло при процессе золочения этого купола. Сотрудники музея рассказывают, что были такие специальные костюмы защитные, типа скафандров, для тех, кто занимался этим процессом золочения. Но, честно говоря, очень слабо верится, что в середине 19 века они были столь надежны, что защищали людей от паров ртути. Ну, очень сомнительно. Чтобы позолотить мелкие фигуры, а также создать всю скульптуру для экстерьера собора, использовали более безопасный метод гальванопластики. Все, кстати говоря, фигуры здесь внутри полы, что также было важно для того, чтобы облегчить вес. После окончания строительства требовалась отделка, потому что многие элементы были выполнены еще в таком черновом варианте. Поэтому очень долго вокруг Исаакия стояли леса. Они перемещались от одного места к другому, но, тем не менее, естественно, возникла городская легенда. Но как же без них? Что пока стоят леса вокруг Исаакия, правит династия Романовых. Ничего не напоминает? Конечно же, у нас есть другая городская легенда о Спасе на крови, что там леса стояли и вот, если вдруг их снимут, то развалится Советский Союз. И сняли, мол, эти леса как раз в 91-м году. А здесь строительные леса сняли в 1916-м окончательно. Ну, а в 1917-м сами знаете, что мистика вошла в этот чат. Еще один миф связан с тем, что якобы у фигур на Исаакии черты лиц соответствуют чертам лиц династии Романовых. Ну, на самом деле, это как бы, как бы это помягче сказать, бред, но с одним исключением. На горельефе с южной стороны собора, вот как раз-таки на этом горельефе, за моей спиной, сюжет этот называется «Поклонение волхвов». В центре сидит Дева Мария с владенцем, но вокруг, соответственно, волхвы, которые преподносят ей свои дары. И вот у этой Девы Марии черты лица соответствуют чертам лица Александры. Это самая младшая и, пожалуй, самая любимая дочь императора Николая I. В семье она была любимицей, но умерла в возрасте 19 лет. Она вышла замуж, у нее был туберкулез, и врачи ей категорически не советовали рожать. Она не последовала их совету, родила, и в этот же день умер и ее ребенок, и она сама. Горе в семье было не описать какое, и хуже всех чувствовал себя папа Николай. Он плакал и считал, что смерть дочери – это божья кара за пролитую кровь во время восстания декабристов. К вопросу про тяжеловесность собора, практически с момента его постройки существуют всякие разные домыслы о том, что он проседает. Проседает, естественно, неравномерно, и вообще вот-вот обрушится, и все, из-за проседания фундамента. Даже сохранился такой случай. Одна из городских легенд гласит, что известный шутник, один из создателей образа Козьмы Пруткова, Александр Жемчужников, как-то ночью переоделся в мундир флигель адъютанта и объехал всех ведущих столичных архитекторов с приказанием на утро явиться во дворец ввиду того, что провалился Исаакиевский собор. Несложно представить, какую панику вызвало это извещение. После революции храм подвергся разорению. Было изъято 48 килограммов золота и 2 тонны серебра в пользу голодающих по Волжье. Здесь, внутри, повесили маятник Фуко. Он показывал, что земля вращается. Даже проводили специальный эксперимент. Ставили в определенном месте спичечный коробок и наблюдали, собьет ли этот маятник коробок. И газеты того времени по этому поводу писали, что это показатель триумфа науки над религией. Но ирония судьбы заключается в том, что изначально маятник Фуко должен был показать именно торжество Бога на земле и даже был благословлен Папой Римским. Но наличие маятника Фуко имело и свои плюсы. Это спасло храм от, ну по сути, от разрушения. Сюда стали водить экскурсии. Но на тот момент объясняли гражданам, как вредна религия и как страдали и мучились крепостные крестьяне при строительстве собора. Кстати, к вопросу строителей. Всего на протяжении вот этого периода стройки было задействовано 400 тысяч человек. Как городских крестьян, так и крепостных. Здесь вокруг был целый строительный городок. И вот четвертая часть из них действительно умерла на протяжении строительства. Но, во-первых, это 40 лет. Часть людей умерла от болезней. Но часть, чего уж лукавить, от несчастных случаев на стройке. К сожалению, такие случаи могут происходить на любой стройке в любые времена. Во время войны здесь, в подвалах собора проживало около 70 человек. Часть музейных ценностей из пригородов Петербурга, из музеев, из дворцов удалось вывезти и спрятать здесь. И вот эти люди в условиях холода и голода занимались тем, что они по очереди выносили проветривать эти экспонаты. В общем, спасали их, как могли, и спасли. Купол был закрашен краской. Он такая приметная точка на карте города. Но даже несмотря на то, что его пытались замаскировать, все равно с воздуха его очень хорошо видно. И немцы его использовали как такую опорную точку, ориентир. Вот почему сам собор не бомбили. Он, конечно, пострадал, естественно, от обстрелов, но не так, как теоретически мог бы пострадать. Ну, а перед собором, в блокаду, вот здесь, как раз на этом месте, выращивали овощи. Ну, потому что каждый клочок земли тогда пытались использовать, чтобы вырастить что-то съедобное. Очень известен кадр с капустой здесь, на этом месте. Несмотря на то, что сильно собор в блокаду и войну не пострадал, все равно его пришлось реставрировать. Реставрация завершилась в 1963 году. Маятник Фуко сняли. Сейчас он, не могу сказать точно, скорее всего, хранится в подвалах, то есть в запасниках, так сказать, музея. Ну, и в то время открыли здесь музей. Сегодня речь о внутренней отделке собора не пойдет, потому что это тема для отдельного видео. Там очень много всего тоже можно рассказать. Скажу лишь то, что Исаакиевский собор неофициально считают музеем камня, поскольку здесь при строительстве было использовано 43 разных породы камня и минералов. А внутри находится бюст архитектора Манферрана, который в миниатюре, скажем так, показывает все виды камней, которые были использованы. Он сделан из всех пород камня и минералов. Вот такой небольшой экскурс в историю Исаакиевского собора. На сегодня у меня все. Будет еще много интересных историй. Если хотите заказать индивидуальную экскурсию и погулять по городу, пишите. Мои контакты указаны в описании. На сайте есть форма обратной связи для этого. С вами была Ира, гид в шляпе. Сегодня без нее, но тем не менее. Всем спасибо. Всем пока.